Добрый особый вечер, и Бог даровал нам милость быть в Доме молитвы. И у нас сегодня субботнее вечернее богослужение в преддвериях особого праздника, праздника великой радости и великой победы. Мы рады вас приветствовать в Доме молитвы, друзья. И вместе желаем благодарить Господа. Благодарить Господа за Его дивную и чудную любовь. Бог помог нам дожить до Дня Пасхи. Пасха, вы знаете, это особый праздник. Это очень древний праздник. Очень древний праздник. Этот праздник начали праздновать евреи еще в Египте. Более трех тысяч лет тому назад. Более трех тысяч лет назад. Это было их спасение. Это день избавления Израиля из рабства Египта. Они совершили Пасху, как мы знаем историю, и Бог могущественную рукою, ангелом Своим, вывел Израиля чудную и крепкую Своей рукою. И вот представьте себе, насколько могущественная воля Господня, премудрость Господня, что этот праздник Пасхи, он как бы преобразовался. Он стал праздником всех христиан, всех народов мира. Слава Богу! Всех народов мира. И вот сейчас, где есть христиане, там люди готовятся к празднику. Европа, она уже начинает праздновать, и в них утро, и благодарять Господа. Ибо Пасха наша, Христос заклан за нас, говорит апостол Павел, и это подвигом Своим Христос приобрел спасение всему человечеству. И у нас есть за что благодарить Господа. Праздник Пасхи – это наш праздник. Праздник Пасхи – это древний праздник Пасхи. Вот просто, друзья, сколько милости и любви Господь Бог явил для нас всех. Но как земля приняла нашего Спасителя? Когда мы читаем первую главу Евангелия от Иоанна, возьмем даже вот первая глава Евангелия от Иоанна, 10, 11 и 12 стих. «В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Пришел к своим, и свои его не приняли. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими». Эти дни... Благодарность Господу. Эти дни, друзья, мы отмечали и рассуждали. И так говорит нам Писание. Христос перенес страшные позор, издевательства, мучения, казни. Умер за нас. Вот пришел к своим. Творец пришел к своему творению. И творение его не поняло. И творение его не поняло. Вы знаете, мы бывает нарекаем на Израиль. Как это так, что Израиль не приняв его? Но возлюбленной не нашлось ни одного язычника, который бы все-таки жалился над Христом. Правда? Все творение отвернулось от Творца. Посчитали его ни за что. Ни за что. Правду Бог говорит через пророка Исаию. Кто поверил слышанному от нас? Никто не поверил. Никто не признал. Но зато наш Спаситель, наш Творец явил нам великую и дивную свою любовь. Слава Богу! И эти дни стоит пребывать в размышлении. Стоит посвящать их для славы Божьей и для служения. И слава Богу, что мы в доме молитвы. Открывая наше богослужение, давайте мы встанем пред Господом и вместе с нашей молодежью будем прославлять имя Господне, приготовляясь к молитве о благословении. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И тому и мы можем радоваться, потому что мы знаем, что мы прощены. Иисус Христос явил это на деле. Слава Господу! Перед нашей молитвой о благословении я прочитаю одно место из Священного Писания. Из пятой главы Евангелия Марка. Пятая глава. Такое событие. С 34 стиха. Он же сказал ей, «Черь, вера твоя спасла тебя. Иди в мире и будь здорова от болезни твоей». Когда он еще говорил сию, приходит от начальника синагоги и говорит, «Дочь твоя умерла. Что еще утверждаешь, учителя?» Но Иисус, услышав сии слова, тотчас говорит начальнику синагоги, «Не бойся, только веруй». Аллилуйя. Не бойся, только веруй. Аллилуйя. И не позволил никому следовать за собою, кроме Петра, Иакова и Иоанна, брата Иакова. Приходит в дом начальника синагоги и видит смятение и плачущих, и вопиющих громко. И войдя, говорит им, «Что смущаетесь и плачете?» Девица не умерла, но спит. И смеялись над ним. Но он, выслав всех, берет с собою отца и мать девицы и бывших с ним и входит туда, где девица лежала. И, взяв девицу за руку, говорит ей, «Талифа куми, что значит девица, тебе, говорю, встань». И девица-то час встала и начала ходить, ибо была лет двенадцати. Видевшие пришли в великое изумление. Братья и сестры, слава нашему Господу. Слава нашему Господу. Мы видим в этом событии Иисус Христос показывает, что Он начальник жизни. Он имеет власть воскрешать. Слава Господу. И Иисус показывает своим ученикам и всем, кто следовал за Ним, что Он имеет эту власть. Он не говорил о себе сразу, что вот я Бог и верьте в Меня. Он дал возможность всем увидеть вначале, чтобы они лично сами убеждались, что Он тот, которого послал Бог. Братья и сестры, мы видим, Иисус Христос нам показывает, что Он воскрешает из мертвых. Слава Господу. Слава Иисусу. Христианство это особая религия от всех религий. Христианство учит, что мы будем воскрешены еще в лучшем состоянии, чем мы сейчас. В новом теле, которое будет намного славнее этого тела, которое мы сейчас имеем. И мы получим это тело, которое будет соответствовать небесной жизни, которое не будет тлеть, которое не будет болеть. Это же самое тело, приспособленное для неба, для вечной жизни. Все религии учат, что если они учат о перевоплощении, они говорят о чем-то совсем другом, что человек превращается в какое-то другое существо. какое-то животное. Но христианство говорит, что мы воскреснем еще в лучшем состоянии. И кроме того, воскреснут все люди. И те, кто верят, и те, кто не верят. Те, кто верят, будут всегда с Господом в небесах. Те, которые не верят, пойдут в место, которое они избрали. И мы благодарны Богу, что Бог дал нам эту способность верить Ему. Этому Слову, которое записано, и мы читаем и верим, что это истина. Аминь. Поэтому будем призывать имя Господа и благодарить Его, что Он наш Господь, что Он наш Спаситель, что Он блюститель наших душ, и Он вождь нашего спасения, который ведет нас. Слава Господу. Будем молиться. Отец наш Небесный, мы благодарим и славим за этот вечер имя Твое, Господи, превознося Твое великое имя, Бога нашего. Ибо Ты велик, Господь, и мы поклоняемся Тебе. И благодарим, что Ты спас нас, Господи Боже, и избавил нас от грехов наших. Слава Тебе. Аллилуйя. Слава Тебе, Господь. Боже, Ты показал нам, Господи Боже, Боже, как Ты силен, как Ты могуществен, как Ты велик. Аллилуйя. Слава Тебе. Боже, нет такого Бога, как Ты, Бог наш. И мы превозносим Твое имя и просим, Господи, Ты всегда присутствуешь в церкви, но в этом собрании мы просим Тебя, Боже, дабы наши сердца были, Господи, открыты для слова Твоего, чтобы слышать то, что говорит Дух Святой. Помоги нам, Господи Боже, Господи, быть открытыми для слов веры, чтобы принять Твое слово, Господи, с верою и уповать на имя Твое до конца нашей жизни, Господь. Благослови наше собрание и будь с нами наш любящий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Буду петь, Господу, во всю жизнь мою, буду я претену, до боли я жив. Да, будет благоприятна, Благослови, Господи, Благослови, Господа, Душа, Душа моя. Благослови, Господа, Душа моя. Благослови, Господа, душа моя буду петь Господу под всю жизнь мою буду я петь иду, до коньяжей да, будет благоприятно на письмо я возродуюсь воскреснюсь я Господи благослови Господа душа моя благослови Господа душа моя благослови благослови Господа душа моя благослови Господа душа моя слава Богу слава Богу будьте благословены братья и сестры садись пожалуйста молодежь спасибо пусть вас Бог благословит сейчас хор будет петь псалом на кресте позора благослови благослови позора благослови позора Субтитры подогнал «Симон» 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 We have the Passover coming up tomorrow or Easter is a life-changing holiday for us It is not just any holiday, it is the best holiday because if Jesus wouldn't have died and wouldn't have resurrected we probably wouldn't be here even if he was born and we would have Christmas but he didn't die it still wouldn't be as good we wouldn't be here and Jesus coming and dying for us it's been predicted throughout the whole Old Testament and we look through everything everything points towards the moment where Jesus had died and resurrected the whole Old Testament we see Abraham when he says your father Abraham rejoiced to see my day and he saw it and was glad that Jesus was going to come already Abraham already saw this day coming and Isaiah the prophet and he was prophesied the very details of Jesus' life and crucifixion and everything and resurrection and he said it all points to this day and as I was reading this story again I stopped on one little place at the time when Jesus' crucifixion and something kind of was revealed to me and so I want to open it to Luke chapter 23 verse 39 through 43 so Luke 23 39 through 43 one of the criminals who hanged there was hurling abuse at him saying are you not the Christ save yourself and us but the other answered and rebuking him said do you not even fear God since you are under the same sentence of condemnation and we indeed are suffering justly for we are receiving what we deserve for our deeds but this man has done nothing wrong and we are and he is saying Jesus remember me when you come in your kingdom and he said to him truly I say to you today you shall be with me in paradise one of the и два этих разбойника они могут спрашивать Иисуса об одном и том же они оба хотят получить спасение они знают, что они преступники они знают, что они поступили неправильно но они хотят из этого выйти но они спрашивают Христа это двумя разными путями мы look at the first criminal и мы смотрим на первого злодея который спрашивает он говорит, aren't you the Christ? save yourself and us и он говорит, разве ты не Христос? спаси себя самого и нас и он как бы его наталкивает на эту мысль ну спаси же нас и он не верит, но он говорит ну если ты все-таки есть и он не верит, что Христос есть Мессия и он не верит, что Христос есть Мессия и он почти смеется с Него you've done so much miracles и он говорит, ты сделал столько много чудес и они говорят, что ты такой великий человек и ты воскрешал мертвых и сделай это для себя but then we look at the second criminal and how he asks и мы видим с второго преступника и как он реагирует или ведет себя и он говорит, Христос, побини мне когда придешь в Царство свое и у него совсем другая перспектива или вид так как он видит Христа he actually believes that Jesus is Lord и он верит то, что Христос Он есть Мессия he believes all the things that he does have a kingdom и он верит то, что у него есть царство and he's not questioning Jesus if he's really God и он не спрашивает Христа если он является по-настоящему Богом he knows he is он знает, что он есть and he's just asking just remember me and your kingdom и он спрашивает вспомни меня вспомни меня so the two they contrast и две они противоположные one of them is daring God to save him и один из них он бросает Богу вызов чтобы тот его спас the other one knows he can save him and he's just asking just I know you can and if we look at the example of the first one who he's kind of daring God to do this we can see the Pharisees did a similar thing they once came to Jesus and asked him to show us a miracle to prove that you're God and what did he respond to them he says in Matthew chapter 12 verse 39 Matthew 12 39 he says an evil and adulterous generation craves for a sign and yet no sign will be given to it but the sign of Jonah the prophet it's similar to what the other man Jesus didn't even give him a response this time he was asking for a sign to save him but because of his unbelief he didn't believe that Jesus could actually do it he didn't even get an answer from Jesus and if we also look even further we look at the Israelites when they were led out of Egypt by Moses and they had just such an amazing story how they were led out it was first of all a miracle that they were able to even get out of Egypt but as they were getting away from Pharaoh there was the Red Sea they couldn't cross and they were afraid and they didn't know what to do and then God he split the sea for them they walked on dry ground and then the Pharaoh's army died in all that water and then they had a cloud that was leading them by day and the fire that led them by night how much more can you ask for to know God he showed them so much miracles he was always with them they can just look up and see his cloud but yet there comes a time right after they come out we'll read in Exodus 16 verse 1 through 3 then they sent out for Ilium and the congregation of the sons of Israel came to the wilderness of Sin which is between Ilium and Sinai and on the 15th day of the second month after their departure from the land of Egypt the whole congregation of the sons of Israel grumbled against Moses and Aaron in the wilderness the sons of Israel said to them with what we had died by the Lord's hand in the land of Egypt when we sat by the pots of meat when we ate bread to the fool for you have brought us into this wilderness to kill this whole assembly with hunger and and came to the of Israel to the and the and the mountain of whole of Israel in the mountain of Israel and if we died of the God's the earth when we sat with meat when we ate Ибо вывели вы нас в эту пустыню, чтобы все собрание это уморить голодом. И прошло совсем мало времени, они уже теряют веру, что Бог может совершить. И мы думаем, что мы бы веровали в Бога. Давайте просто поддержим эту мысль. И они начинают роптать после короткого времени, и говорят, что мы будем умрем. И Павел говорит об этом, если мы можем открыть книгу Евреям. Третья глава, седьмой стих, книга Евреям. Он говорит, «Посему, как говорит Дух Святой ныне, когда услышите глаз Его, не ожесточите сердца ваши, как во время ропота, в день искушения в пустыне, где искушали меня отцы ваши, испытывали меня и видели дела мои сорок лет. Посему я вознегодовал на он и род сказал, непрестанно забуждаются сердцем, не познали они путей моих. Поэтому я поклялся во гневе моем, что они не войдут в покой мой». И он показывал ему сорок лет всякие чудесные знамения. И они все равно не были послушны ему. Мы можем быть верующими столько долго и идти за Богом. И он может нам показывать столько много чудес. И он может нам показывать столько много чудес. И он может спасать нас столько много раз и давать нам столько много. Но мы все равно не слушаем Его повеления. И если мы посмотрим на девятнадцатый стих, это есть ключевой стих. So, we see that they are not able to enter because of unbelief. Девятнадцатый стих написано, и так видим, что они не могли войти за неверие. Но это не было потому, что у них были жестокие сердца. Или они были непослушны. Или потому, что они роптали. Но почему они не могли войти? Написано из-за неверия. Это как, ну, я думал, что они были непослушны. Но если мы подумаем, если бы они по-настоящему веровали, если бы они верили в то, что Бог является тем, кем Он сказал, кем Он является, и те обещания, которые Он им дал, то есть, чтобы присмотреть за ними, что у них всегда будет достаточно. Они всегда будут защищены. Они всегда будут защищены. Они всегда будут за ними Бог присмотрят. Ворчали бы и роптали бы они тогда. Ворчали бы и испытывали они тогда ли Бога. Если бы они верили, они бы знали. Они были бы в пустыне, и они сказали, Господь, мы знаем, что Ты позаботишься о нас. Это обозначение веры. Веря в то, что невидимо. Верим ли мы в те вещи, которые мы не видим? Если что-то с нами случается, мы попадаем в аварию. И говорим, Господь, где Ты был? Почему Ты сделал так, чтобы разрешил этой машины меня стукнуть? Я молюсь, чтобы я был благословен каждый день, и что случилось? Мы начинаем обвинять Бога, Господь, что Ты делаешь? Но если мы верим, что Бог всегда позаботится о нас, даже если что-то плохое случается, мы не переживаем. Мы всегда радуемся. И написано, всегда радуйтесь. В хорошем и в плохом. Но почему мы решаем только радоваться, когда все хорошо? И если посмотреть назад на Израильтян, это то, что они делали. Я сказал, чтобы вы поддержали вот ту мысль, которая у вас была, что мы не будем как Израильтяне. Но мы это делаем все время. Мы имеем это неверие. И что-то случается с тем, кто к нам близкий. И они заболевают. И мы говорим, как это могло произойти? И мы спрашиваем, Бог, почему Ты это делаешь с нами? Instead of believing, God, You said, by Your stripes we are healed. That's simple. And we just believe in it. But yet we have to get worried. And because of their unbelief, they weren't able to come into the Holy Land. What about the Pharisees? They didn't believe either. They knew the Scriptures so well. They memorized the five books of the Torah. They knew about God. They knew what God was capable of. They knew all the predictions of Jesus coming. But yet they didn't believe. When Jesus, they asked for a sign, because they wanted Jesus to prove to us. And we read about what He responded to them. And we read about what He responded to them. They didn't get a sign. Does that mean that we could know the Bible? That we could come to church every Sunday? That we could come to church every Sunday? We could help the needy? But still not believe? And still not be with God? And still not be with God? Is that possible? But how do we relate this more to us? In our daily lives, we worry about so many things. Well, what if I lose my job? What if I lose my job? What if this happens? What if we do actually lose our job? What if we do actually lose our job? Then we're really worried. Then we're really worried. But where's the faith? But where's the faith? And in the midst of that situation, we start praying like the criminal. Or like the Israelites in the desert. Or we become like the Pharisee who's asking for signs. And instead of knowing Jesus, you promised you'll provide. We say, God, if you're there, help me, I need a job. God, if you're really there, heal me right now. Or like the Israelites grumbling, why did you do this, God? Why did you put me in this situation? We ask, the way we pray, the perspective we have on God. Do we come from the perspective where we know God is who He is? That He is the Almighty God? That if He created us, He can do everything else that we need? Or do we start praying and hoping that God is going to do it? Well, what if He doesn't though? I've got to have a second plan. I have to have, you know, another way of figuring this out. And we sit there and we worry and we worry. What does Philippians say? He says, don't worry about anything, pray about everything. And I have an example in school of those of you who are students or have been in school. Before a test, I would pray. I would study before it. But I would pray and say, God, please help me. Please, God. And I would say, God, just, if you really just please help me pass this test. And sometimes I would pass. Sometimes I wouldn't. And then I would be really disappointed. And go, God, did you step away from me? Like, what happened? But now I have a different way of praying. Before the test, I'm already praising God that He helped me overcome this test. God, thank you that you are with me right now. I know that you're with me and you're going to help me. I don't have to worry. I'm telling you, the results are there. The results are there. So, when we want to grow in our faith, and not be unbelieving, and know that God is there, we have to grow our faith. So, for example, if a muscle builder, if a guy wants to get really strong, very big muscles, they have to go work out, lift some weights. They just want to be fit and strong. and look at those weights, but never lift them up, they're not going to be strong. But what about our faith? We want our faith to grow, but we don't do the things that grows our faith, no matter how badly we want it, we're not going to get it. In order to grow our faith, we know where faith comes from. What faith comes from hearing and hearing the Word of God. If we're constantly in the Word, our faith is growing. It's growing. It'll be strong. But if we don't grow in the faith, we will worry. We won't know 100% that God is going to protect us and save us. We'll have those doubts. So I want to leave you with the last thought. When we remember Jesus, let us also remember what He has promised us. What He told us He would do for us. That there's no worry when we're with Him. Worry doesn't come from Him. Fear doesn't come from God. That we know that whatever the situation is. He's right there. He's in our hearts. He's with us. He will lead us out of every situation. If we just believe in Him. But if we don't believe, and then we start complaining, we start thinking, well, where was He? And we start thinking, well, where was He? Amen? If we can stand on our feet and we pray, Lord Jesus, we thank You, Father. Thank You, Lord Jesus, that You were with us, God Almighty. Oh, Father, You are a living God. You are the living God. Alleluia. You are the living God, Jesus. You are the living God, Jesus. Alleluia. Jesus, that Your faith is with us, that Your power is with us. Jesus, we thank You so much. Thank You, Father, for Your awesome power that is with us always. That we always grow closer to You, Jesus, that we're always with You. That You never, never left us. Lord, let us glorify Your name. Let us remember why You have come to this earth, that You have came to save us. All the things that You have brought us, Lord Jesus, all the things that You have promised to us, Lord, that we will not worry anymore. that our hope is in You, our faith is in You, that we know that You will deliver us from every situation, that You will always provide. That You're the Almighty God who is looking at us, that You see us, You see our every need. If we just turn to Him, that You know, that we know that You will provide, Lord Jesus. Let us remember, Father, that You have come to this earth to save us, that we are free, that we are free from all sin, Father, that we are free from the bondage, the fear of anger, Father, of disbelief, that we can now believe in You wholeheartedly, Lord Jesus, because of the promise that You have given us. Let us grow in our faith in You, Jesus. Let us grow in our faith towards You. Let us grow in our faith towards You, Jesus. You're such an amazing God. We thank You, Lord. We thank You, Jesus. We thank You, Jesus, that You are just so amazing, so awesome. Let us learn to be more like You. Let us be more like You. Let us follow in Your footsteps. Let us be to the fullest measure of Christ, that we could be just like Him, that we could have love, of joy and peace and kindness, and all of that could be inside of us, that wherever we go, Father, we'd be just like You. And when we come before You, that we come with a believing heart, knowing that You are there, that You are right there with us, holding us in every situation, no matter how difficult, how hard it gets, that You are there, that You have never forgotten about us, that You have never left us, that You are there holding us, Jesus. Let us not believe the lies of the devil, that You have left us, that You have forsaken us, that things are too out of Your control, that we have gone too far away from You, but Jesus, that You are always there with us, You always forgive us, You always take us back, Lord, that You always provide. We will never be in need of anything, if we just believe in You, Lord, we will receive that. It is by faith that we receive, Father, by the faith that is in our hearts, that we receive, not by what we say. Lord, let us not doubt Your power, let us not doubt the power in Christ Jesus, the power of God, that is in our lives, that is in us, Father, the power that raised Jesus from the dead, lives inside of us, and is in us, all around us. We thank You, Jesus, for everything. Let us praise Your name in this name. Let us praise Your name in this service. All the glory to You, Jesus, we pray in Your name. Amen. Аминь. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, и на земле, как и на небе. Хреб наш насущный, подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Не веди нас во искушение, но избавь нас от лукава. Им от Твое есть Царство, и сила, и слава. Во веки. Аминь. Слава Богу, братья и сестры, садитесь, пожалуйста. Садитесь, пожалуйста. Сейчас нам наша молодежь споет несколько песен, они будут петь по-английски, благослови Господь, пусть они славят и поют, и благословляют имя Господне. А мы будем совершать наше служение, служение десятин, приношение во имя Господне, пусть нас Бог благословит, в этом служении всех нас. Пожалуйста. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Дима Торzok ДимаTorzok ДимаTorzok Приготовьтесь, пожалуйста. Благодарю вас. Благодарю вас. Благодарю вас. Благодарю вас. Благодарю вас. Благодарю вас. Детки застеснялись, конечно. Благодарю вас, Господь. В следующий раз они будут уже смелее. Но одно мы только слышали. Я люблю Иисуса. Поэтому пусть вас Бог благословит, детки. Благословение вам. Ничего. Ничего. Сейчас хор споет псалом о страдании Иисуса Христа. И потом мы общее пение споем все вместе. Благодарю вас. Благодарю вас. Благодарю вас. Субтитры создавал DimaTorzok А в небесах сердце Отца разрывается поем Субтитры создавал DimaTorzok 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 Печальный свет Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok А сейчас давайте мы все поднимемся и будем петь Псалом номер 699 Пусть Иисус моим сердцем владеет в мыслях и чувствах Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добро пожаловать в Диму Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Диму Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Диму Итак, Бытие, 4 глава, 7 стих Авраам сказал «Я подумал, что нет на месте сем страха Божия» Иов 4, 7 «Вспомни же, погибал ли кто невинный и где праведные были искореняемые» Иоанн 1, 46 Но Нахфанаил сказал ему из Назарета «Может ли быть что доброе?» Филипп говорит ему «Пойди и посмотри» Я прочитал такие три разные места Но я постараюсь их объединить То есть свои проповеди И каждому из нас, возможно, даже не раз Приходилось сталкиваться с людьми Которые упрямо доказывали свою или чью-то правоту Или, может быть, суждение о ком-то Или о чем-то И вот эти все суждения Они исходили не из реальных фактов Не от объективного знания Но исключительно из своего предубеждения Я сегодня хочу поговорить о предубеждениях Есть такое Как это выразиться, правильно назвать То есть Ну, есть такое нечто, что у нас присутствует Или, может быть, в ком-то присутствует И что не всегда мы замечаем Или обращаем на это внимание Руководствуясь своими личными предубеждениями О них фактами И разумением воли Божьей Люди на протяжении всей истории Вставали в оппозицию по отношению к Богу К Его проведению И даже к постанному им Иисусу Христу К Евангелию спасения по благодати И то, что мы в эти дни вспоминаем Смерть Господа нашего Иисуса Христа За грехи наши Но Это Божья сторона Иисус Христос был предназначен Для нашего спасения Но то, что люди сделали Оно не оправдывает их Только потому, что это Бог предназначил Потому что Каждый за свою вину За свою лепту, которую внесли в это Понесут Так вот Один из главных вопросов Я буду дальше об этом говорить Это то, что К Иисусу Христу Отнеслись с предубеждением С предубеждением Движущей силой предрассудков Является упрамство Неосновательная уверенность Очень часто Упрамство Оно является движущей силой Предрассудков Или же Предубеждений человеческих Несколько таких словарных значений Я всегда привожу Очень коротко Разные толковые словари В сжатой форме Они дают определение того Что следует понимать Под словом Предубеждение Итак, предубеждение Это предвзятое Отрицательное мнение Заметьте Отрицательное мнение Предубеждение Это предрассуждение Предрассудок Ошибочное мнение Убеждение в деле Которого не знаешь Безрассудная Неосновательная Уверенность Ложное Неверное понятие Предварительное убеждение В чем-либо Убеждаться наперед Не узнав дело И родственные этому Есть еще одно Предрассудок Это предубеждение Твердое понятие Мнение Мнение превратное Или одностороннее Ложное Давайте мы посмотрим На несколько Таких библейских историй Которые Или библейские примеры Которые помогут нам Легче понять Что же все-таки Предубеждение Какие последствия Как люди Подчиняются Этому И какие последствия Этого Приходится Иногда пожинать Какие На эти ситуации Попадали люди Нередко Личные предубеждения Создают доктрину Которой нет В Библии Я хочу Это еще раз Прочитать Нередко Личные предубеждения Создают доктрину Которой нет В Библии И если невозможно Это доказать Писанием Если этим Невозможно Доказать То Все равно Эта доктрина Отстаивается Потому что Человек Уже Предварительно Убедился И он Держится За нее Он Держится За свое Понятие Потому что Это его Понятие А наше Понятие Оно нам Так оно Мило Правильно Это же Мое Личное Понятие И Тогда В ранг Невоспоримых Авторитетов Возводятся Откровения Пророчества Сны Личный Опыт Там Еще что-то Может быть И все это Для того Чтобы Отстоять Доктрину Основанную Не на Писании А на личном Или может быть На чьем-то Предубеждении Которое Я позаимствовал Итак Давайте Мы Возвратимся В далекое Далекое Седое Прошлое Нас Отделяет От этого Времени Приблизительно Четыре Тысячи Лет Когда мы Читаем Двадцатую Главу Книги Бытие Мы Наблюдаем За Авраамом Который Проявляет Слабость В Гераре Оказавшись В неприятной Ситуации Я сразу Хочу Предупредить Вас Что мое Отношение К Аврааму Как Человеку Божию Как Человеку В имени Которого Благословляются Все верующие И мы с вами Я в этом Ничуть Не сомневаюсь Но Сегодня нам Придется Чуть-чуть Порассуждать Об одной Такой Странице В жизни Авраама Где он попал В неприятные Ситуации Авраам Имел Предубеждение Что все Населяющие Ханаан Люди Злые И страха Божьего Нет среди них Он же Ходил по этой Земле Он наблюдал Города Которые Между которыми Он Странствовал Эти народности Которые Жили И Это были Потомки Ханаана Сына Хамового Внук Внук Ноев Но и проклял Ханаана Вы помните Этот случай Знаете И вот смотрите Авраам Сказал Это Обитие 21 Стих Авраам Сказал Я подумал Что нет На месте Сем Страха Божия Почему Авраама Сложилось Вот такое Мнение Вполне Возможно Что В этот Город Авраам Пришел Впервые Он Пришел Впервые Я думаю Это мое Личное Мнение Я думаю Что он Пришел Впервые Это был Новый Город Он не знал Их Традиции Не знал Их Поступков Он не знал Ситуации Поэтому Он Предпринимает Шаги Для того Чтобы Себя Обезопасить Давайте Мы не будем Пробовать Спроектировать Ту ситуацию На наше Время То совсем Другое Время Было И вообще Восток И сегодня Как говорят Восток Дело Тонкое Есть такая Поговорка Но То время И наше Время Это абсолютно Разные Времена Мы живем Цивилизованном Мире Но Они Жили Совсем Совсем В другом Мире Поэтому Осуждать Авраама Что он Сделал Почему он Так Сделал Его Можно Понять Но Вместе С тем Исходя Из своих Предубеждений Он Я уже Сказал Попал В неприятные Ситуации Конечно Исходя Из личного Опыта Авраам Убедился Что Хананские Племена Которые В то время Населяли Палестину Они были Очень далеко От нравственности Ну хотя бы взять Содом Гумора Окрестные Города Которые Те поселения Которые Сформировали Наверное Не только Одного Авраама Но у многих Может быть Даже дрожь Вызывала Одно упоминание Об этих Городах Которые Проходили И может быть Не раз Попадали В насилие В этих Городах И Авраам Складывает У себя Мнение Что Вся Палестина Или Весь Ханаан На то время Это люди Морально Испорченные И такое же Мнение Он Переносит И на Жителей Города Герар Но Вот здесь Произошла Ошибка Авраам Ошибся Как раз Я не знаю Почему Но вот Среди Всего Это Тоже Были Потомки Ханаана Но В Гераре Не было Того Морального Разложения Которое Было Среди Народностей Среди Племен Которые Их Окружали И здесь Авраам Ошибся Он Сформировал Своё мнение О людях Которых Не знал Исключительно С наблюдений За Окружающими Их Народностями Похоже Что жители Герара И их царь Имели Страх Божий Не потеряв Общечеловеческие Ценности И даже Были Дружелюбны Но Авраам Думал Исходя Своих Личных Предубеждений И В чём Он Серьёзно Ошибся Конечно Когда мы Думаем Об Авраам Это Человек В вере Который Совершал Великие Подвиги В вере Но мы Забываем О его Повседневной Жизни Что он Был Человек Такой же Как мы С вами Ему Были Свойственны Те же Слабости Ему Свойственны Были Те же Страхи Ему Свойственны Были Те же Переживания Он Был Человеком Подобным Другим У него Были Те же Проблемы Которые Приходилось Решать И Он Тоже Мог Ошибаться С другой Стороны Ему Приходилось Заботиться О семье Ему Нужно Было Улаживать Споры Между Пастухами Между Членами Своей Семьи Ему Нужно Было Управлять Большим Хозяйством И Вместе С тем Ему Приходилось Иметь Дело С окружающими Его Народностями Ему Приходилось Общаться С царами Он Был Патриархом Ему Приходилось Это все Делать Библия Нам Повествует Как непросто Складывались Отношения Авраама С царом Герара Авимилеком Это был Тот Случай Я вам Напомню Когда Он Сарой Это уже Вторично После Египта Договаривается Что мы Придем В этот Город Я Представляю Что В возрасте Будучи В возрасте Но Сара Сохранила Свою Красоту И Авраам Боялся За то Что На эту Красоту Кто-то Позавидует Кто-то Позавидует На эту Красоту Что Конечно И случилось И поэтому Их был Договор Ты моя Сестра Потому что Если узнаешь Что моя Жена А тебя Все равно Захотят В жену Меня убьют И ты попадешь Тогда В гарем И Вот этот момент Когда Бог Ступается Является Цару Герарскому Авимилеку И Предупреждает Его Очень строго Очень строго И Сам цар Пришел В страх И вот Давайте Посмотрим Дальше И Призвал Авимилех Ато 20 20 Глава 10 9 10 И Призвал Авимилех Авраама И сказал Ему Что Ты С нами Сделал Чем Согрешил Я Против Тебя Что Ты Навел Было На Меня И На Царство Мое Великий Грех Ты Сделал Со Мною Дела Каких Не Делают И Сказала Авимилех Аврааму Что Ты Имел Ввиду Когда Делал Это Дело Я Представляю Что Авраам Даже Не Представлял Что Он Попадет Ну Как Говорят Такой Переплет Его Авимилех Отчитывает Авраам Что Ты Сделал Чем Мы Согрешили Против Тебя Я Мое Царство Ты Навел На Нас Грех Авраам Сказал Что Там Страха Божьего Нет А этот Человек Говорит О Делах О Которых Думал Авраам Говорит Как О Грехе Он Спрашивает Что Ты Думал Что Ты Имел Ввиду Когда Делал Это Дело Конечно Я Не Меняю Своё Отношение К Авраам Но Когда Я Читаю Эту Историю Мои Симпатии Боли На Стороне Авимилеха Но Я Не Меняю Своё Отношение К Авраам Как Человеку Божию Который На Все Века Остался Для Нас Благословением Не Только Для Народа Израильского Но И Для Нас Искупленных Крови Верующих В Аврааме Мы Благословляемся С верным Авраамом И Все то Что я хочу Сегодня Сказать Это то Насколько Мы можем Ошибаться В наших Суждениях О людях Которых Мы Не Знаем Или Может быть Мало Знаем Мы Можем Ошибаться Иногда Мы так Легко Раз И Человек Суждение Или Дали Характеристику Иногда Мы только Услышали С какой Семьи Человек Или из какой Церкви Мы сразу Клибо Та Что этого Человека Слушать Или какой То Церкви Или каких То Людях Там Нет Страха Божьего Авраам Тоже Думал Что В Гераре Нет Божьего Страха Но Там Был Очень Серьезный Страх Божий На самом Деле Смотрите Авемелех Даже Обличил Авраама Ты Сделал Со мной Дела Которых Не делают Он Обличает Не делает Таких Дел Бог Видел Этого Человека Поэтому Бог Не совершил Над ним Суд Предупредил Его И смотрите Насколько Точно Он Выполняет Божьи Повеления Насколько Он Послушен Господу Этот человек Действительно Ходил Страхи Перед Богом Настолько Насколько Он Понимал У него Не было Обетований Как было У Авраама На будущее У него Не было Но это был Можно сказать Благочестивый Человек И Он Своё Благочестие Сумел Именно Направить На всё Своё Царство И люди Этого Царства Они Уважали Этого Человека И они Подражали Его Богобоязненности Он Его Обвиняет Авраама В Недобропорядочности Хотя Авраам На самом Деле Он Был Добропорядочным Человеком Но Он Говорит Что Такие Дела Они Делают Он Обвиняет Авраама В Проступке Которой Нельзя Оправдать В Отказе От брачных Уз Он Говорит Об этом Ты Сделал Дела Которых Не Делай То есть Ты Не признался Что она Твоя Жена Ты Должен Был Это Сделать И Он Он Считает Авраам Нанес Ему И Его Семье Большое Оскорбление И Подверг Его Греху Чем Согрешил Я Против Тебя Я думаю Что Наверное На этом Хватит На Авраам Я И так Много Остановился Он Даже Выплачивает Компенсации За моральный Ущерб Там Названо Это Покрывало Дал Саре Но В других Переводах Написано Что он Выплатил Ей Компенсации За моральный Ущерб И он Сказал Это Будет Тебе Как Покрывало Для Главства Как Оправдание Он Даже Сару Оправдает Выплачивает Ей Компенсации За Нанесенный Ущерб На Этом Месте Нет Страха Божьего Друзья Мои Как Часто Мы Можем Говорить Подобные Слова Как Часто Мы Можем Выносить Суждения Действительно Ну Что Мог Ожидать Авраам От Людей У которых Нет Среди Которых Нет Страха Божьего Но Кто-то Сказал Я Не Нашел Автора Этих Слов Но Только Выписка Сказаны Эти Слова Человек Не Совершит Зла Если Вначале Не Подумает Плохо Может быть Я Более Расшифрую Человек Не Совершит Зла По Отношению Кому То Если Не Подумает Сначала О нем Плохо Давайте Давайте Мы Вернемся Еще В Одну Историю Может быть Я Быстрее Ее Пробегу Это Прошлые Времен Пророка И Елисея 4 Царств 5 Глава 11 И Разгневался Не Тот Человек Который Есть Человек Который Может Снять Проказ Как Он Готовится К этому Он Идет К царю Он Берет Рекомендательное Письмо Смотрите Насколько Серьезно Он Относится К своему Спасению И Одно Его Я Думал В свое Время На одном Из Поворотов Могло Оказаться Полностью Перечеркнут Все Это Он Идет Царю Берет Рекомендательное Письмо От цара Сирии До цара Израиля А эти цари Враждовали Между Собою Он Идет На Территорию Врага Проделывая Это 160 Км Пути Он Идет Туда Ему Нужно Было Унизиться Перед Царом Израильским Он Одержал Победу В свое Время Доставил Сирии Победу Над Израилем Теперь Ему Нужно Прийти И Покланяться Ему Он Везет Собою Подарки Большие Подарки Дальше Я скажу Что он Взял Он Приходит К Израиль Израильскому Царю Там Получает Отказ Но Кто-то Ему Сказал Что надо Идти К Елисею И вот Он Идет К Елисею Ну Елисей Ну По-человечески Выйди Встреть Гостя Иностранный Гост Это Ну Все-таки Не простой Человек Это Не какой-то Там Купец Или Еще Кто-то Это Правая Рука Сирийского Цара Но Ради Ради Уважения Выйди Поприветствуй Этого Человека Ага Не так Было Елисею Говорит Своему Слуге Пойди Скажи Ему Пускай Идет Иордан Там Семь раз Окунется И будет Чист Легко Сказать Пойди Это Не за Поворотом Это Не возле Заправки Это Еще 50 Километров Тут Пуще 40 Майлов Надо Было Опять Идти Пойди 50 Километров Пройти Пешком Чтобы Оконуться В мутных Водах Иордана И конечно Нейман Разневался Я бы Тоже На его месте Наверное Своим Характером Разневался Не вышел Не Встретил Ничего Не Сказал Пойди Оконись И кто-то Сказал Что в этот Момент Он был Очень близко К исцелению И вместе С тем В этот Момент Он был Очень далеко От него То есть Один момент И он Свое Исцеление Мог Потерять Навсегда Теперь Еще Одно Предубеждение За Серьезное Исцеление Надо Что Хорошо Платить И дар Посланный С нейманом Это Действительно Царский Подарок Это Царский Подарок Давайте Посмотрим Очень Коротко 10 Талантов Серебра Сколько Это Это 30 Тысяч Сиклей Составляет Приблизительно 750 Паундов Серебра Представляете Да Это Где-то 350 С копейками Килограмм Для наших Людей Которые Еще Не совсем Привыкли К паундам Вес Вес 6 тысяч Сиклей Золота Составляет Около 50 Паундов Чуть Чуть Больше 20 Килограмм Золота Хороший Кусочек Ради Своего Истеления И Нейман Действительно Готов был Платить Цену Помните В нас Говорили Мы За ценой Не Постоим Нейман Действительно Готов был Не Постоять За ценой Надо Заплатим Только Бы Получить Истеление И Вот Здесь Он Разгневался Ни Его Подарки Не Надо Ни Его Посада Высокая Признание Авторитет Ничего Не Надо Он Униженный И вы Знаете Хорошо Что Среди Неву Ну Его Обществе С Которым Он Не Сам Приехал Слуги Это Целая Делегация А Слуги Они Не Были Закомплексованы Они У них Не Было Предубеждения Они Не Думали Наверное Как Это Пророк Будет Делать Они Просто Шли За Нейман Посмотреть Они Говорят Слушай Ну Чего Ты Тут Так Начинаешь Вот Истерику Закатывать Ну Если Тебе Пророк Сказал Что-то Большое Сделать Ты Б Сделал Б Сделал Ну Тебе Что Тяжело Отправиться Ну Ладно 50 Километров Пройдем Окунись А вдруг Поможет Послушался И Вы Знаете Помогло Да Получил Но Предубеждение Его Предубеждение Я Думал И Он Расписал Сценарий Как Это Будет Происходить А Елисей Не знал Его сценария Елисей Сидел И ничего Не думал Он Не Не Коптился Над Его Сценарием Ага Вот Расписан Сценарий Я По этому Сценарию Должен Выйти И то Сделать То И то Он Имел От Господа Повеление И он Говорит Пойди Окунись Сем Раз И будешь Чист И Только Послушание Тому Слову Божьему Слову Которое Пришло Через Пророка Оно Сделано Неймана Исцеленным Еще Одна История Братья Иосифа Битие 50 Глава 15 И увидели Братья Иосифы Что Умер Отец И сказали Что Если Иосиф Возненавидит Нас И захочет Отомстить Нам За все То Зло Которое Мы Ему Сделали Заметьте У них Не было Фактов Того Что Иосиф Мстительный Это Было Их Личное Предубеждение Пока Был Жив Отец То Вокруг Личности Их Отца Он Патриарх И в патриарханном Мире Тогда В то время Вокруг Патриархов Формировали Семьи Все 12 Семей Все 12 Семей Сыновей Иакова Они Объединялись Вокруг Одной Личности Да Иаков Был Старый Да Ему Было Больше Ста Лет Но К его Авторитету Прислушивались Его Слово Имело Вес Его Слово Было Можно Сказать Имело Вес Окончательного Слова И Они Все Были Сгрупированы Вокруг Вокруг Иакова Но Вот Иаков На Смертном Одре Благословляет Своих Сыновей Первый Сын Рувим Подходит Получить Благословение Особенное Получить Первенство А Иаков Лишает Его Первенства Достоинства Лишает Его Потому Что У него Грехи Числились И Давно Это Не Было Забыто И В конце Концов Ни Симеон Ни Левий Не Получает Которые Следующие Были А Потом Иаков Благословляет Иосифа Как Самым Уважаемым Среди Братьев То Есть Он Передает Благословение И Первородство Иосифу И Теперь Братья Должны Сформироваться Или Сгруппироваться Вокруг Следующей Личности Вокруг Личности Брата Которого В свое Время Они Продали Теперь Его Слово Будет Решающим Теперь Его Слово Будет Окончательным Теперь Его Не Должны Слушаться И Знаете Когда Иаков Умирает Ему Устраивают Похороны Пышные Очень Плачут Все Семейства Плачут Даже Египтяне Потом Иосиф Отправляет Иакова На Родину Тело Иакова На Родину И там В земле Хананской Где Похоронен Авраам Исаак Там Похоронил Говорит Я Илью Вот там И меня Покороните Иосиф Исполняет Приказание Своего Повеление Своего Отца Отправляет Туда И когда Он возвращается Страхи Наполняет Братьев Начинается Интенсивная Переписка Да-да Переписка В то время Переписка Потому что Иосиф Жил в царском Городе А его Братья Жили в глубинке В земле Гессем И начинается Переписка Выяснение Отношений Просьба Отец Завещал Вот так И так И вы знаете Своим поступком Иосиф Показывает Что Ихни страхи Основаны Не на фактах А на их Личном Предубеждении Их предубеждение Было следующим Иосиф Начнет Мстить Иосиф Возненавидит Нас И может быть Для памяти Для всех Нас Я скажу Что Если Неразвязанные Узлы Какие-то Чувство Вины Будет Постоянно Держать Людей В страхе Навевая Подозрительность К окружающим Людям Даже тогда Когда Нет Оснований Для этого Давайте Перейдем Новый Завет И я уже Пойду Очень быстро Иудеи Не приняли Иисуса Христа Особенно Религиозная Элита Что случилось У нас Встает Встает Вопрос Почему Даже Пилат Когда со стороны Человек Римлянин Посмотрел И он Не видел Никакой Вины Он видел Что они Его предали Зависти Разве Они Не ждали Мессию Разве Они не Чаяли Его Пришествия Разве Они не Верили Моисею И его Пророкам Которые Предсказали Его Пришествие Да Они На эти Все вопросы Можно ответить Утвердительно Они Верили Они Ожидали Они Читали Они Чаяли Пришествие Господа Иисуса Христа Из Снова Вопрос Но почему Они его Не приняли Когда он Пришел И Одна из Главных Причин Не узнали По причине Их Предубеждений О Мессии И для того Чтобы нам Понять Давайте Обратим Внимание Я сделал Выписки На Несколько Примеров Чтобы Убедиться Ошибочности Мнений О нем Я только Буду читать Цитаты Выписанные Из Писания Фарисеи Иоанна Опять Опять Фарисеи Ты сам О себе Свидетельствуешь А свидетельство Твое Не истинно Но В другом месте Фарисеи Говорят Мы не знаем Откуда он Здесь говорят Что мы Знаем Поэтому Ну Ну Мы тебя Знаем А другие Говорят Мы тебя Не знаем Тоже Не принимаем Опять Фарисеи Мы знаем Откуда он Христос Он же когда придет Никто Никто Не будет Знать Откуда он Не плотников Ли он сын Не его ли Мать Называется Мария И братья его Иаков И Иосиф И Симеон И Иуда И соблазнялись О нем Пророчество Исаии А мы думали Что он был Поражаем Наказуем Уничижен Богом Он Пришел Заплатить Цену За нас То что мы Сегодня празднуем С вами В эти дни Чтобы умереть За грехи наши И воскресать Для нашего Оправдания А пророк Исаия Пророчествует Что мы думали Что это Печать Наказания За его грехи Опять же Исаия Это самая глава Нет в нем Ни вида Ни величия И мы видели его И не было в нем Вида Который привлекал бы Нас к нему Мы не в что Ставили его Ученики Не в это Ли время Господи Восстанавливаешь Ты царство Израилю То есть У них Все время Была мысль Что он Все-таки Восстановит Царство Израилю И опять Фарисей Если бы Он был пророк То знал бы Кто и какая Женщина Прикасается К нему Это конечно Далеко не полный Перечень Можно еще Найти места И одно из Наиболее Таких Изобилующих Предубеждений Христос Не придет Из Галилеи Когда он Придет Никто не будет Знать Откуда он Он не может Быть Сыном Простых Людей Вот Плотника Он не может Быть Почему ему Не прийти Из знатного Рода Почему он Не должен Быть Таким Знаете Супермен Во первых Личность Вид его Должен Привлекать Ну по крайней мере Чтобы он был Не меньше Саула Ему же Надо будет Освобождать Царство Израильское От римлян Римляне Это шли Отборные Войска Один в один Ему Нужно было Превзойти И очень Много Много Другого Мессия По их Предубеждению Он не позволен Бы грешникам Прикасаться К нему Чтобы не Оскверниться Он бы их За три мили Обходил бы Грешников Мэтр Мэтр И блудниц А он Есть с ними Нет Нет Он не может Быть Мессией Он сел Кушать Мессия С грешниками Он не может Быть Мессией И все это Предубеждения Свои И конечно Он в первую Очередь Должен По их мнению Был бы прийти К фарисеям К начальникам Иудейским А вполне возможно Для простых смертных Простым смертным Он никогда Не был бы Доступным И Давайте посмотрим Очень важное место Я думал пропустить Но Прочитаем Предубеждение Это зачастую Результат логики Иоанна 7 47 по 52 стих Фарисеи сказали им Неужели вы Приселись Помните Они слух Посылали И чтобы Посмотрели Те возвращаются В восторге Говорят Никогда человек Не говорил Как этот Они говорят Вы что Приселись Но Знаете Вся суть В том Что Эти слуги Не имели Предубеждения Они простые Открытые сердца Они пошли узнать Посмотреть Посмотрели Сердце Открылось Это действительно Пророк Господень Никогда Человек Не говорил Так как Этот Но нет Фарисеи Говорят По другому Фарисеи Сказали им Неужели Или вы преселись Уверовал Ли в него Кто из начальников Или из фарисеев Логика Железная Такая Но этот Народ Невежно В законе Проклят Он Никодим Приходивший К нему Ночью Будучи Один Из них Говорит Им Судит ли Закон Наш Человека Если Прежде Не выслушает Его И не Узнают Что он Делает На это Сказали ему И ты Не из Галилеи Рассмотри И увидишь Что из Галилеи Не приходит Пророк Вот Железная Логика Предубеждение Пророк Не может Прийти С Галилеи Все Шлагбаум Стоит И Никаке Ничто Не пройдет Что бы Там Не делалось Но у них Уже Дверь Закрыта Все Сердце Закрыто Все Закрыто Пророк Из Галилеи Не Приходит Итак Их Логика Иисуса Не уверовал Никто Из начальников Или из Фарисеев Вывод Который Они Из своей Логики Делают Только Начальники Их Фарисеи Располагали Абсолютной Истиной И все Что Что Мимо Них Оно Не могло Быть Истиной И Их Их Убеждение Из Галилеи Пророк Не Приходит Точка Все И они Даже Упрекают Никодима Вполне Возможно Что он Был Тоже С Галилеи Потому Что Это был Упрек И даже Находясь Синедрионе Он Был С Клеймом Из Галилеи Это люди Второго Сорта Там Доброго Оттуда Ничего Не Может Прийти Итак Давайте Несколько Таких Предубеждений Которые Касаются Нас Сегодня С вами Я же Думаю Что вы Понимаете Что Все Те Примеры Библейские Которые Приводил Это Не Только Для Того Чтобы Рассказать Вам Историю И Посмаковать Грехами Неудачами Других Людей Но Все Это Для Того Чтобы Посмотреть Какие Мы Сегодня Не Упадаем Ли мы В какие То Крайности И не Держимся Ли мы За Какое То Наше Такое Личное Наше Предубеждение И Возводим Его В ранг Святости Канонизируем Его Это Наше Это Такое Знаете На горной проповеди Иисус говорит Об язычественном Предубеждении И Одно Из таких Предубеждений Следующее Но Это Предубеждение Которое Родилось В Язычестве Оно Неплохо Прижилось Иудействие Неплохо Прижилось Иудействие И Скорее Можно сказать Фарисействе Матфея 6 глава 7 стих Матфея А молясь Не говорите Лишнего Ибо Они Думают То есть Опять Предубеждение Что Многословие Своем Будут Услышаны Они Думают И это Предубеждение Это Подражание Язытиству Языческое Представление О молитве Это Наговорить Побольше И Знаете Что-то Из этих Предубеждений Дошло До нас Ну Первое Вы готовы Слушать Хорошо Предубеждение В том Что Громкие Молитвы Это Благословение И Проповедь Тоже Я Сегодня Говорю Спокойно Я Перед Вами Одну Проповедь Сказал В течение Двух Этих Часов Это Вторая Там Наверху Говорил И Поэтому Я Берегу Энергию Чем Громче Тем Больше Благодати Вы Верите В это? Ну Вот Сейчас Вынуждены Конечно Не Верить Второе Предубеждение Чем Длиннее Молитва Тем Она Святее Я Не Против Того Чтобы Мы Молились И Долго Молились Я Говорю За Предубеждение Тем Она Святее И Тот Кто Молится Очень Долго Тоже Во Всеуслышание Конечно Мы Так Не Говорим Ну Где то У нас Это Живет У нас Это Живет И вы Мне Тоже Признаюсь Честно С вами Что я Первый Из Тех Которым Это В какой-то Мере Живет И Давайте Наверное Уместно Возвратиться И вспомнить Друзей Иова Насколько Интенсивно У напорства Они его Обвиняют Я только буду Читать Слова Которые Ну Принадлежат Елихфаз Это Три друга Первый Елихфаз Вспомни же Погибал ли Кто Невинный И Где Праведные Были Искореняемые Вилдат Если Сыновья Твои Согрешили Перед Ним То Он И Придал Их в руку Беззакония Их Сахвар Третий Тебе Вдвое Больше Следовало Бы Подести На чем На чем Основаны Эти высказывания Только На одном На предубеждении Что Без Бог Такого Допустить Не может Если Человек Не согрешит Это Только Результат Греха И Они Обвиняют Его И Вот Целые Целых Несколько Стихов Иов 22 5 11 Я Когда-то В одной Из проповедей Читал Это Верно Злоба Твоя Велика И Беззакониям Твоим Нет Конца Верно Ты Брал Залоги От Братьев Твоих Ни за Что И С полуна Их Снимал Одежду Смотрите Смотрите Насколько Тебя Заклина Твоя Божье Мы Были Были Лучше Нынешних Скорбь Бог Без Без предубеждений Сколько Средств Я не говорю За Нервов Сколько Потрачено Давайте Материально Только В какую Копейку Это все Обходится Еще Одно И Я буду Заканчивать Может быть Два Еще Одно Предубеждение Если В семье Есть Дети Неверующие А обязательно Виновны Кто Родители Вы слышали Это Но Слушайте Что я вам Скажу Мы Как Родители Мы Детей Ведем Тому Моменту Когда они Сами Должны Сделать Выбор И Быть Верующим Или Неверующим Это Их Персональное Решение Их Личное Решение Мы Все Должны Делать Для того Чтобы Рассказать Им об Иисусе Христе Чтобы Создать Всю Обстановку Для того Чтобы Не приняли Иисуса Христа Но Случается Но Случается Возьмите Самуила Возьмите Можно Называть Библейские Имена Которые Действительно Были Богобоязвленные Люди Ну Дети Их Ну Сделали Свой Выбор Если Если Что-то Случилось У Меня Это Испытание У Господа А Если Брата Второе Предубеждение Если У Брата То Это Бог За Что-то Его Наказывает Вот Интересно При этом Узнать За Что Правильно Ну А когда Меня Такое Касается Это Испытание Еще Одно Предубеждение И Выражение Радости Обязательно Должно Быть Со Слезами Вы Наверное Это Слышали Да Покаяние Со Слезами Но Мы Все Такие Эмоционально Разные Мы Разные Я Могу Назвать Вам Три Четыре Имена Вот В нашем Кругу Вот Здесь Буквально В первых Скамейках Себя Еще Нескольких Братьев Там Сесер Которых Я Знаю И На Одно И То Же Самое Мы Можем Реагировать То есть Одинаково Вроде бы Реагируем Одинаково Реагируем Нам Одинаково Это Нравится Но Выражать Мы Будем По-разному Один Будет Улыбаться Другой Будет Плакать А Третий Будет Сосредоточенный Ну Это Переживания У каждого Разные И поэтому Братья и сестры Предубеждение Это комплекс Это твердыни В нашем Разуме Которые Должны Разрушаться Давайте Господу Будем служить Без предубеждений Иногда Мы Дорого Платим За Наше Убеждение За наши Мысли За то Что я Думал Я думал Так И носимся С этим Я думал Плотим За это И очень Дорого Да благословит Нас Господь Чтобы Нашим Руководством Были не Предубеждения А чистое Божье Слово В котором Нет Ни одного Предубеждения Аминь Будем Молиться Благодарю Тебя Билосердный Отец За Милосердие Твое И благо Господи Боже Наш И Небесный Слава Тебе Дивный И Чудный Господь Валат 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 Ты Есть Свет И Нет Никакой Твы Господь Ты Господи Просвещаешь Разум Человека И Укрепляющего Веру И Надежду И Убывание На Тебя О Билосердный Боже И Воля Твоя Чтобе Твое Слово Твоя Истина Господь Они Не путеводили Нас И Держали По Слову Твоему Но В нас Бывает Предупреждение Господь Помилуй Нас И Прости Нас Помилуй Нас И Прости Нас Дорогой Господь Я Ведом Милость Твою И Даруй Нам Господь Здравое Понятие Здравое Господи Вер В Вознание Истины Твоей Для Исполнения Воли Твоей И Благоугодной Жизни Нашей Благодарим Тебя За Твое Слово Благодарим Тебя За Эту Вен Ты Наш Бог Ты Наш Наставник И Принимаем Твое Слово Боже Да Будет Твоя Милость Благовни Милость Отец Небесный Тебе Принадлежит Вся Слава Честь И Поклонение В эти Пасхальные Дни Господь Мы Благодарим Тебя За Сына Твоего Иисуса Христа А Нашего Господа И Спасителя Господи Вместе С Твоим Народом Я Благодарю Тебя Что Ты Господь Послал Единственного Своего Сына Ради Того Чтобы Нас Искупить Искупить Нас От Суетной Жизни Чтобы Господь Мы Имели Жизнь И жизнь Вечную Слава Тебе Господь Иисус Христос Умер За Грехи Наши И Воскрес Для Нашего Оправдания И Он Ходотайствует За Нас Сегодня Слава Тебе Господь Мы Благодарим Тебя Что Господи Ту Дилемму Которая Неразрешимая Любовь И Правосудие Ты сумел Суместить В личности Иисуса Христа На Голгофском Кресте И Ты Господи Вынес Свой Суд Но Господи К нам Проявил Любовь И мы Не Понесли За Это За Нас Уплачена Цена Господи Боже Наш Слава Тебе И Мы Господь Хотим Служить Тебе Ты Призвал Нас И Господи Мы Хотим Служить Тебе Без Предубеждений Помоги Нам Господь Верить Слово Твое Верить Тому Что Написано Что Говорили Пророки Апостолы Что Говорил Иисус Христос В своих Проповедях Что Говорит Твое Слово Верить Этому Но Не Иметь Своих Личных Предубеждений Господи Боже Наш Чтобы Наше Служение Тебе Оно Было Здравым Чтобы Господи Слово Наше Было Здравым Чтобы В нашем Учении Не Было Господь Ни Заблуждений Ни Нечистых Побуждений Господи Бог Наш Мы Живем Последнее Время И Господи Мы Так Нуждаемся Чтобы Сегодня Церковь Твоя Она Господь Особенно Стояла На страже И Бодрствовала Это Так Важно Для нас Господи Это Последнее Время Не Жить Страхами А жить Надеждой И Упованием На то Что Ты Придешь Что Скоро Твое Пришествие Придет Господь Что Приближается Твое Пришествие И Мы Господь Сегодня Готовы Сказать Вместе Со Святыми Твоими Ей Гради Господи Аллилуйя Слава Тебе Ибо Мы На Тебя Уповаем Да Будет Имени Твоему Слава Честь И поклонение Вечный Бог Отец Сын Дух Святой Аминь Отче Наш Сущий На Небесах Да Сетится Имя Твое Да Придет Царствие Твое Да Будет Воля Твоя И На Земле Как И На Небе Греб Наш Насушный Подавай Нам На Каждый День И Прости Нам Долги Наши Как И Мы Прощаем Должникам Нашим И Не Веди Нас Во Искушение Но Избав Нас От Лукавого Ибо Твое Есть Царство И Сила И Слава Во Веки Аминь Братья и сестры Бог дал нам Хороший Вечер Слава Богу И Мы Идем В заключении Богослужения Богу Не Угодны Наши Предубеждения Поэтому Будем Руководствоваться Божьим Словом Дима И нам Марк Переводил Когда Христос Был На Кресте Разбойник Сказал Господи Помяни Меня Когда Придешь В царство Без Всяких Предупреждений Вот Такая В него Была Живая Простая Вера А Христос Ему Сказал Будешь Со Мною В Раю Сегодня Чудный Наш Господь Дорогие Мои Будем Хранить Божье Слово В наших Сердцах И Ревностно И усердно Его Исполнять Что касается Наших Служений А может Быть Кого-то Коснулось Божье Слово Кто Желает Покаяться Пожалуйста Перед Пасхой Такой Особый Вечер Кто Желает Покаяться Пожалуйста Мы За вас Искренно Помолимся С любовью И Да Благословить Вас Господь Окей Что касается Друзья Наших Служений Завтра Праздник И наше Утреннее Праздничное Богослужение На 10 Часов Утро Вечернее Также Такое Праздничное Наше Богослужение Завтра На 6 Часов Вечер Мы будем Праздновать Три дня Больше Будем Праздновать Но у нас Будут служения В понедельник На 7 часов Вечера И во вторник Также на 7 часов Вечера И мы будем Молиться Чтобы Господь Благословил Наше Служение Дабы нам Прочувствовать Действительно Присутствие Нашего Господа Который Победил Смерть Который Воскрес Который Дал нам Также Жизнь И воскресение Будем Благодарить И славить Господа Это то Друзья Что касается Наших Служений У нас Есть Дужды Ко мне Подошла Одна Сестра И просит Чтобы за наших Просят Наши Виталий И Виталина Помолиться За ихнюю маму Она едет В Москву Для собеседования Чтобы приехать Сюда И мы помолимся Ее зовут Сестра Таня Доявит Господь Милость Расположит Работников Посольства Чтобы мама Виталины Была здесь Помолимся Об этой нужде А также Есть просьбы И мы также Помолимся За них Дорогая Церковь Поддержите Меня пожалуйста В молитве Господь Знает Мою нужду Мою душевную боль И мои Страдания И переживания И только Он силен Разрушить Все козни Дьявольские И дать победу Мир Радость И счастье Спасибо Сестра В Господе Так Сестра Усердно Просит Давайте Мы усердно Помолимся Об этой Душе А Господь Ее знает Да Явит Господь Ей Милость Сестра Подойдите Или ко мне Или к пастырю Группы Может быть Надо даже Побеседовать Но мы за вас Помолимся Господу Еще есть Такая просьба Дорогая Церковь Пожалуйста Помолитесь За всех Деток Которые Поехали В Мексику Чтобы Господь Их там Хранил И употребил Их Для своей Славы И мы Помолимся За Детей Которые Поехали В Мексику Да храните Господь И да исполните Господь Благодатью Своею Для славы Божьей Церковь Христова Помолитесь За моих Детей Которые Сегодня Уехали На фан А не В собрании Пошли Чтобы Бог Дал им Ревность И не были Беспечны Спасибо Родители Помолимся Друзья Помолимся Вы знаете Такое Уже Предубеждение Входит В церковь Как выходные То надо Где-то Что-то Придумать Для себя А О том Чтобы прийти Поблагодарить Господа И прославить Господа И подкрепиться Благодатью Божией Мы об этом Забываем Поэтому Помолимся Молодцы Родители И мы помолимся Да явит Господь Милость И страх Над этими Детьми Да сохранит Их Господь Да сохранит Их Господь Вы знаете Мы вспоминаем Мы вспоминаем Хотя Александр Адамович Мы не старые Что ты так унижаешь Нас старик Мы не старые Но мы пережили Когда мы Собирались На собрание И говорили Возрадовался я Когда сказали мне Пойдем Дом Господень Правда Чуть-чуть Только блеснет Свобода То мы и радовались А сейчас Прекрасная Свобода Бог дарует Великую Милость Но Суета Слабость Духовная Бездуховность Конечно Приводит Нас К такому Печальному Печальному Положению Поэтому Мы помолимся Друзья Чтобы Бог Дав ревность Народу Божьему Церкви Ревностно Служить Господу У нас Есть больные Друзья За Дину Живая Еще Слава Богу Лиля Живая Слава Богу Молимся Мы в Израиле За них Молились Помолимся За Лесю На Украине Помолимся За Стру Татьяну Помолимся За Валю Сестру За Лену С Украины За наших Престарелых Сестер Пашу Людмилу Лидию Ольгу Нину Помолимся За Стру Валю Помолимся За всех Наших Престарелых И больных Сестер Да я ведь Господь Милось На эти праздники Над ними За наших Братьев За брата Володю За брата Петра За брата Женю Помолимся За Анатолия Помолимся Помолимся За больных Деток Да я ведь Господь Милось Если у вас Еще есть Просьбы Нужды приветы, пожалуйста, передайте, и мы пойдем к заключению нашего богослужения, молитвы и благодати. Пойдем на молитву. А, брата Сергея, помолимся. Помолимся за брата Сергея Ивлева. Совершаем молитву, Божий народ. О, святые и всемогущие Божие! Мы благодарим Тебя, Отец.